В рюкзаках самое необходимое. Майки с символикой клуба, шарфы, дудки. Александр Толмачев ездил с командой Волгоград и Краснодар. Преданность клубу зафиксировал и татуировкой на ноге. Ночь не ночь, рабочее время, рабочий день. Организовали свое время так, чтобы потратить эти два дня. В группе студенты, врачи, учителя есть и повар. С автобуса попадают на спортивный бал. Пусть матчи любительские, но основные правила гандбола болельщикам пришлось усвоить. Например, правильно вести мяч. Держать его в руках можно не более трех шагов. Делать, передать. И главное при броске не заступать за шестиметровую линию отметки. Астраханские болельщики оказались соперниками не то что серьезными, профессиональными. Ворота защищает в прошлом вратарь сборной страны Андрей Латышев. Хозяева сразу вырываются вперед, а гости отвечают только на 13-й минуте. Наш голкипер отважно всем телом отбивал мяч, но тот упорно летел в сетку. Мало, надо было больше. Были моменты. Пару раз мяч задевал и ворота уходил. Совсем обидно. Неимоверными усилиями нашим удается набросать 12 мячей, но пропущено 28. Дружелюбные астраханцы подсластили пилюлю рыбой. Даже не знаю, что говорить. У меня рыба пахнет под носом. Конечно, тяжело с непривычки бегать, но мы старались. И наши мокрые футболки тому подтверждение. За дрожь! У-у-у! А теперь с руками! У-у-у! Наши болельщики выиграли на трибунах. Перекрикивали шеститысячный звездный. А по дороге домой после поражения клуба заряжались на решающие игры. Улица Садовая, скамеечка кленовая. Растов-город, Растов-дом. Ксения Николаева, Юрий Санкин. На Дону.